здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я вас всех приветствую сейчас будет онлайн расклад и тема будет называться так что он сейчас думает обо мне позиция будет одна расклад общий он подходит абсолютно всем самое главное чтобы он с вами резонировал все это самое важное итак давайте будем смотреть сейчас в работе у меня будет несколько колод 4 или 5 наверно может еще что-нибудь подкинул но не знаю хочется мне что такое интересненькое сегодня сделать не знаю во что вы лица вообще не знаю какой будет сейчас расклад я буду только читать карты и и я начну наверное с вас подумать о своем мужчине представьте очень хорошо руки-ноги не скрещиваете все думаете давайте работаем руки не руки-ноги не скрещиваем представили свою мужчину какой какой цветы у кого-то пахнут прям на столе цветы хорошо и так и так что он думает о вас что он сейчас думает о вас что он сейчас думает о вас что он думает сейчас о вас что он сейчас думает о вас отлично и так вот смотрите были его на данный момент очень такая сильная женщина знаете амазонка на коне вот вы в его образе эта женщина амазонка на коне который сейчас сядет на коня и прискачет ко мне я не знаю с плеткой с жезлом не знаю с мечом с чем она там еще может прискакать вот он вас вот такой сейчас видит потому что вы его ассоциация женщина очень сильная такая мощная такая воинственная непрогибаемая непрошибаемая в лавина такая женщина которая знает чего хочет куда идет и за собой полки еще поведет понимаете вас сейчас на данный момент очень много мужской энергии я не знаю откуда он это видит я сказать не могу но я это чувствую по потоку что он вас так увидит женщиной очень сильная очень такая сама себе хозяйка я кошка который гуляю сама по себе хочу на балконе сижу хочу по подваровать не хожу хочу на крыше мяуку и по ночам вот он вас вот такой вот видит понимаете который знает чего она хочет который во всем прекрасно разбирается особенно в своей профессии потому что он видит вас именно успешны в своей сфере деятельности девочки кто у меня здесь медики кто здесь юристы кто здесь работает с металлом кто здесь в техники электроники в компьютере кто разбирается вот здесь он вас видит такой прям вот она лучшее она я никого не знаю кто бы да ей там уступал бы потому что она самая потрясающе и в то же время какая-то вы вы можете знаете какой быть где надо дурочка прикинуться а где надо мадмазеле шантеклера понимаете вот вот вас есть все абсолютно ему это интересно он иногда иногда знаете как думает боже мой как в этой женщине все лучше так уложиться вот на своем месте дурочка глупочка такая глупушка на другом месте там мадонна примадонна здесь она и мужик в брюках то есть как вне это все укладывается такое ощущение что он никогда в жизни таких женщин не встречал у него или только мама такая как вы или только вы такая и там мамы не рядом никого у него в жизни никогда не было одна вы такая от которым просто балдеет уже сколько он вас знает потом столько от вас и балдеет потому что он никак не может вас прочитать как книгу знаете потому что мужчина когда прочитывает книгу на и захлопывает и убирать сторону она уже ему не интересно он ее прочитал всю что он может там уже мне ему иди он же охотник по своей сути мужчина охотник я вот только рассказываю на другом канале в не помню в каком видео сейчас говорила что мужчина по своей сути это охотник и если он тебя все уже прочитал ему не интересно становится не надо делать доводить до того чтоб мужчина тебе все прочитывал не надо оставляете недочитанность недосказанность чтобы он вас вообще знаете не мог никак а как а где где пустые страницы вырванные страницы милые мной вырванные то что должен был почитать ты прочитал все остальное тебе не не хера читать я вырвала эти страницы это их не будешь никогда знать и читать и все про меня знать все вот что здесь нужно сделать да и здесь женщина так и делал менялись умная женщина девочки меня дурочки не смотрят слава богу меня смотрят умные женщины я это потому что вижу я же вас читаю это я вас читаю с его околицы с его стороны не я здесь вижу что вы меня смотрите а это он думает о вас значит вы умная женщина грамотная это очень хорошо это очень хорошо потому что на вас такого мнения так ну что идем дальше идем дальше что он еще о вас думает я вам сейчас надо будут пить топ дифирам мы посмотрим что он еще о вас думает что он еще о вас думает да а вот видите вот он и он и считает что она старший аркан маг сколько раз я пытался взять вверх сколько раз мои попытки были ничтожные потому что все что я здесь тыркался пыркался в знаете как в тупик все приходило до не имел никакого места никакой опоры ничего мне ничего не получалось а потому что мои движения в ее сторону упирались в какую-то стену то что это женщина главное если она захочет она меня впустит откроет просто так замоченную скважину дверь отоплют калитку и скажет ну ладно уже входи че ты бьешься рогами-то милые но входи уже входи да он сто процентов знает что все всегда зависит все равно от вас или это он и понял уже когда-то уже последнее время когда вы лесом отправили или он это понял еще изначально но пытался вставить свои пять копеек уже мужчина у нас и он вас ревнует он вас ревнует раньше не ревновал он ревновать вас стал намного позже когда стал понимать вашу значимость вашу ценность вашу женственность вашу недосягаемость что вы не такая как все и ревнует очень сильно ревнует очень сильно даже если вы сейчас с ним не рядом его это трясет и бесит если вы будете говорить а ты вообще кто такой что это должна подчиняться должна чете объяснять что ты ногу на себя берешь его это еще больше бесить будет как это так я ее столько лет знаю она мне сейчас такое говорит потому что он хочет знаете что от вас услышать что вы ему скажете мы столько лет с тобой уже вместе я же должна все таки тоже считаться с твоими да но с твоим мнением с тобою вот вот что он хочет слышать а вы ему скажете ты вообще кто такое что я с тобой считаться буду его это вот это вот это вот его и бесит понимаете когда так, она же моя. Она столько времени моя. Это моя женщина. К ней никто не должен подходить. Она не должна никуда ходить. Какая подворотня кошка, блин, гуляет на крыше по ночам, мяукает? Кого она там зазывает своим мяуканьем? Блин, я ее кот здесь. Я ее мужик здесь. Понимаете? Вот его это бесит, что вы свободолюбивая, что вы вообще на него плевать хотели уже. У вас своя жизнь, у вас все хорошо. А он так и думает, что она живет своей жизнью, у нее все хорошо. Вообще вспоминает ли она меня? Вот ему уже это тоже интересно. А она вообще обо мне вспоминает? Она помнит, что я был в ее жизни? Вот еще мужик думает. Хорошо. Что он еще о вас думает? Да, моя любимая. Я же вот то, что я сейчас говорила. Она моя любимая, и мне никто не нужен. Отшельниках он, девочки, он в отшельниках находится. Я не знаю, женатый, не женатый, но то, что он находится в отшельниках, это сто процентов. Потому что человек углубляется в себя для того, чтобы понять, что я хочу. Он видит вас своей половинкой, что вы похожи на него, но вы дельфин идете, как золотой, а он как серебряный. Эти два дельфина могут быть оба золотые, и могут быть оба серебряные. Только вы не хотите спускаться на уровень серебра. Серебро это 925 проба, а золото чистое, 999 пробы. Правильно? Правильно. Поэтому он хочет быть таким же, как вы, потому что он вас очень высоко ценит за ваш характер. Но он не может дотянуться до вашего характера. У него планка низкая в этой жизни изначально. Он не хочет того, что хотите вы. Это вам нужны наполеоновские какие-то покорения, самодостаточность, заявить о себе и быть женщиной в полном смысле этого слова. Здесь мужчина по своей сути много чего в жизни не хочет. Он достиг чего-то, ну и слава богу. И этого мне хватит. А через вас он видит ту женщину, которая вы тоже некий авторитет для него, понимаете? Авторитет. Он иногда тоже думает, блин, хорошо, что она не мужик, а? Вот если она была бы мужиком, она бы мне уже давно как бы вмочила бы, ребят, у меня ничего не осталось бы. Хорошо, что она баба. Была бы она мужиком, она бы мне устроила бы. Потому что он не дотягивает до даже высокого уровня мужика. Но он не дотягивает. Я не хочу сказать физически, я хочу сказать морально, душевно. Но сил силенушек не хватает. Поэтому он уходит в себя на данный момент. Он почему-то тоже думает, что вы тоже одиноки. Я не знаю, насколько это правда. Может быть и нет. Но он же так думает. Он думает, что вы тоже одиноки. Думает, что вы одиноки. А он еще, знаете, почему думает так? Что типа у нее такой крутой характер. Фиг она еще такого мужика себе найдет под ее характер-то. Только я один осел был, который ее слушался. Который, да, и до сих пор я люблю. А где она еще такого найдет? Под ее характер мужика еще найти надо. Ого-го! Я не знаю, кто даже подойдет под ее характер. Я не знаю такого мужика. Кто там должен быть такой по силе? Валуев, наверное, не знаю. Хотя у Валуева очень хороший характер, мягкий характер. Это он на ринге зверь. А с женой он прям мужчина-мужчины. Я поэтому вот здесь, понимаете, да, мы что-то думаем. Да, конечно, она будет одна. Кто под ее характер еще? Какой мужчина-мужчина там подойдет? Нет, она себе никого не нашла. Да и мне никто не нужен. Так, хорошо. Что он еще думает о вас? Что он еще думает о вас? Да, ну вот она, видите. Вот она самодостаточная. У нее все хорошо. У нее дом. У кого дома животные? У нее дома питонцы. Она свою там кошечку-собачку больше любит, чем меня. Вот что он еще думает. У нее все хорошо. У нее деньги, стабильность дома. Она крысавица, умница, самодостаточная. Вот она, императрица. Видите? Императрица. Вот он как вас видит. Девочки, вы у него императрица. Посмотрите. Кто часто волосы красит? От блондинки до брюнетки. Кому подходит быть блондинкой и брюнеткой? Мм? То есть он вас видит, да? Дородная. Дородная. У которой хорошая защита. Которая умница. Которая любит природу. Которая любит красоту. Которая такая, знаете, естественная. Которая любит лес. Которая любит сад. Цветочки. Собственные огурчики в огороде. А, девочки? Еще что он думает о вас? Да, у которой жизнь уже устаканилась. У нее все спокойно. Только она воюет со мной. Она воюет только со мной. Потому что мне что-то пытается постоянно доказать. Она из меня пытается сделать мужика. Он уже это тоже понял. Что вы из него пытаетесь сделать мужика? А что, он сопротивляется, что ли? Да он должен радоваться. Что женщина из мужика хочет сделать. Из пажа хочет сделать мужика. Он радоваться должен. Давайте посмотрим. А что ему не нравится в вас? Не в вас, а в отношениях вас. В ситуации с вами. Ну, как здесь угодно можно вопрос поставить. Что ему не нравится? Ой, господи. А у нас кубковые. Ой, кубковые. Кубковые. Не пить не дают, не гулять не дают. Батюшки, что делается? Ни эмоций не дают, ни любви не дают. Ой. А у нас он же кубковый. Он же у нас любит на уши, понимаете? Сесть и петь. Мать, любимая, я подарю тебе звезду. Помните раньше во времена СССР мультик был? Когда он ей там говорит, дорогая, я подарю тебе звезду. А она трет эту кастрюлю. Вот здесь то же самое, да? Милая, любимая, я без тебя не могу. Он вам будет писать словами Мольера. Стихи Пушкина, Есенина. А вы там кастрюлю эту драть и будете думать, когда же он уже так красиво говорит, что хочет жениться. Ну, когда же женится он? Ага. Женится. Он в словах женится, но не на деле. Вот ему это не нравится. Ему не нравится, что вы его не воспринимаете, как короля кубкового. Ему не нравится, что вы очень быстро хотите его как-то спустить, понимаете, сверху, с неба, на землю. И показать ему быт, жизнь и все остальное. А ему так хочется, да ну его болото, мне петь охота. Вот ему петь охота, понимаете? Любовными стихами. Он, наверное, уже вот просто, я не знаю, Ромео Джилетта знает фильм наизусть или читал его в подлиннике на английском. Потому что здесь мужчина такой романтичный, такой окрыленный. Вот он какой-то, ну на одной романтике далеко не уедешь. Прям так и хочется сказать, милый. Ну когда же тоже на землю-то спустишься? Сколько можно? Тебе сколько лет уже? Но если ему 20-30, это еще понятно. Ну мальчика там пионерская зорька, все остальное. Он себя чувствует малее, он чувствует себя Ромео и так далее. Понятно? А если мужику 50-60-70? А, девочки? Это же вообще, ну это кошмар. Для любой женщины, ну сколько можно? Ты сегодня один день стихами, второй день песенкой. Ну а третий день любая женщина уже хочет как-то серьезности, а он никак ни в какую. Не мог гулять, ему выпивать. У него каждый день должен быть праздник. Он должен приходить тебе на колено с цветами и петь тебе песенки. Слушайте, здесь любая женщина через какое-то время заводит с таким мужиком. Ну правда. Ну должен какой-то переходящий все-таки быть момент, правильно? Сначала букет на цветочный, но потом уже семейный. А он на семейный никак не перейдет. Он в этом цветочном, в развлекательном периоде застыл, застрял и выходить оттуда не хочет. Хорошо, что ему еще не нравится? Ему не нравится, что вы его не воспринимаете таким, как он есть. Вот что ему не нравится. Когда вы ему говорите, слушай, мне твоя романтика уже в печеньке. Слушай, может мы поженимся уже? Ты сколько можешь? Десять лет мне про мантику петь уже, ну сколько можно? А он, ой, что, десять лет уже прошло? Да? А я думал месяц только. А уже десять лет. Еще что ему не нравится, да, в вас? Или в ваших отношениях с ним? Да, боже мой, вы не понимаете его душевный мир, девочки, вы не понимаете. А у него там столько чертей с тараканами бегают, это кошмар. Ну что вы хотите, старший аркан Луна? Старший аркан Луна. Вы знаете, сколько там тараканов футбол с чертями играет? Голы забивают уже там. Десять, одиннадцать уже там. О, выиграли сегодня черти. Черти, а завтра забивает у него тараканы. Туда-сюда перебегает. А на каждой, на полочке уже, каждая здесь. Он думает одно. Вот он, знаете, какая здесь, господи, вы прям, у меня уже такая мысль. Вы где его нашли, девочки? Вы где его нашли, а? Он что, охранник каком-то музею, что ли? Третьяковки вы его нашли? Он что такой, какой-то, я не знаю, недалекий, что ли? Неприземленный. Он где там витает, я не пойму. Это что за мужик? У меня уже, правда, здесь у меня женщина настолько приземленная, настолько нормальная такая баба-агрегат, которая все схвачена, за все заплачена. Я теперь, честно говоря, даже где-то понимаю, что вы такого встретили и залиплено такого. Потому что он вас, наверное, стал окрылять стихами, прозами, да, романтикой, цветами, музыкой, я не знаю, закатами под луной, да? Ой, ну как-то, ну, здесь нужно уже стать тоже как-то уже после всего этого нормальным. А он все еще там, он в облаках, его не спустить никак. Он как поднялся на этом шарике, не на этом шарике, хоть стреляй уже, да, чтобы он спустился. Потому что здесь вот, ну, такой вот старший, у него, у него луна в башке, девочки, луна в башке у него. Если он еще с мамой живет, это вообще трэш полный. Здесь вот что мама ему сказала с детства раннего, что так и так и так, дважды два-четыре, все. Вот здесь уже все, здесь уже вот все понятно, понимаете? Вот здесь мама, в голове мама с утра до вечера у него. И если нету ряда мамы, то у него у самого голова луна, это луна, вот там ничего не понятно. Здесь такие мысли. Он боится вообще жениться, он боится детей заводить, он боится вместе женщиной жить. Потому что его, может быть, там и кто-то старший брат, я не знаю, сват, дядя, папа, кто-то его там уже так наколбасили, так ему наговорили, что отношения это сложно. Ты приведешь женщину, а потом с ней разведешься, и вы начнете делить имущество. Она тебя выгонит, тебя выпишет, и ты останешься бомжом на улице. Вы понимаете, как сложно все у человека в голове? Может быть, он осмотрелся фильмом ужасов каких-то американских, я не знаю, и он боится, что вы, да, в полнолуние превращаетесь в какого-то оборотня. И начинаете, как вампир, сосать его кровь. Я не знаю, что он там надумал, но то, что у него в башке луна, и она там светит по-своему, понимаете, это факт. Но вот как есть, так есть. Депрессняк у человека, депрессняк, видать. Может быть, он так перепивает, я не знаю, да, вот. Ну, если, может, у него сильно выражен алкоголизм, и у человека, когда перепьет, у него там зацикленность какая-то, он думает, что ему кажется, мерещится, что на него нападает, не знаю. Еще что ему не нравится у вас, да? Да, вот я говорю, пятерка пентаклей, дама, дама пентакливая, пятерка пентаклей, все, она у меня все заберет. Она меня ставит с голым задом. Она меня выгонит. Она меня травит, квартиру себе перепишет. Нет, она сразу все продаст, и меня тоже продаст она прям с этой квартиры кого-нибудь. Нет, а меня продаст сразу на кладбище, сразу с местом там уже, и сразу памятник закажут. То есть, у мужика здесь в башке это просто... Что вы такая алчная, что вы такая меркантильная, что вам нужны только деньги. Вы не такая воздушная и романтичная, понимающая любви женщина. У вас все зациклено на деньгах. У вас деньги, дом, семья, прибыль, работа, бизнес, квартира. Ой, как у вас все сложно-то, а? А у него, у бедного, у него романтика, цветочки, поцелуй при луне. Да, я не знаю, стихи, стихи. Достоевские, Достоевские, война и мир этого, как его, господи, война и мир. Ну вот как надо, блин. А, Толстой. Вот, я здесь подсказываю. Толстой. Вы понимаете, здесь у него он окрыленный в своем мире, но окрыленный он в своем мире. А вы такая прям приземленная, вам с вами так страшно, девочки. Вы же его по миру пустите, по миру. И даже плевать, если у вас на Красной площади, напротив Красной площади, у вас четырехкомнатная квартира, давно московская прописка, своя машина, свой бизнес. И вы имеете по столько миллионов в месяц, а у него где-то замка, там, в несчастной хрущевке однокомнатная на первом этаже. Плевать. У него же, ну как же, она же, нет, она не поскупится, ей еще и моя квартира нужна будет, понимаешь, на первом этаже в хрущевке. То есть здесь вот как у мужика все сложно, понимаете. И еще, что он боится с вами, что он боится. Ой, что вы еще его погоните прямо на кладбище, после того, как продадите квартиру его. Ой, все. Так, все, надо закругляться, я уже не могу. Бедный мужик, а. Ой, бедный мужик. Девочки, пусть он афобазол попьет или тенатен, успокаивающий от стресса, потому что такие мысли. Да, он уже думает, как вы от него можете избавиться. Вы ему порекомендуйте, пусть он ужастиков не смотрит, пусть смотрит нормальные фильмы, лучше комедии. Пусть добра в жизни набирается, а не каких-то там, я не знаю, ужастиков, кошмаров, стрессов и всего остального. Ну, голова у него чище будет, у него голова луна, понимаешь? Луна. Ой, ладно, все. Так. Ой, боже мой. Ой, что с ним делать-то, девочки? Я сейчас буду смотреть, что вам высшие силы скажут. Что высшие силы вам посоветую, что с ним делать? Потому что это просто трэш. Девочки, это просто трэш. Вы где такого мужика нашли, а? Ну, где вы его нашли? Это же кошмар. Это кошмар, а не мужик, господи. Так, что высшие силы скажут? Что вам с ним делать? Еще. Что вам с ним делать? Ой, ой. Так. Он у вас по идее, по идее, да, по формату своему, идет как король мечевый. Но король кубковый, это его внутреннее состояние, это где ему хочется любви, напиться, чтобы вы его понимали. Но по своей сути он жесткий, холодный, да? Что вам нужно делать? Да ничего вам делать не нужно. Занимайтесь своей жизнью. Отпустите его на все четыре стороны. Вообще ничего не делайте. Вам нужно не звонить, не писать, за ним не бегать, ничего ему доказывать вообще. Чем больше вы будете ему доказывать, тем у него луна в башке будет расширяться, понимаете? Потом за место его лица будет вот такая одна большая луна. Вам оно нужно? Он хочет оставаться в своих каких-то иллюзиях, в своих заморочках, своими тараканами. Но пусть и сидит дальше. Пусть сидит дальше. Вам не надо доказывать, милый, я не меркантильная, я хорошая. Не надо вам этого ничего доказывать. Он вас считает такой, дай флаг ему в руки. Флаг ему в руки. Найдите себе другого нормального мужика. Хотя здесь высшая сила говорит. Не надо сидеть в одиночестве, меняйте свой мир. Кто-то, у кого-то из вас есть, ну так скажем, в поле зрения другой мужчина. Почему бы на него не обратить внимания? Может быть он хороший. Может у него не луна в голове, а солнце. И царь в голове. Ну почему бы нет? Другой мужчина, возможно, будет хороший, такой же умница, как вы, с которым вы будете серьезные отношения, с кем вы построите серьезные. Семейные отношения, пару создадите хорошие. Будете жить счастливо вместе. Если с этим у этого человека в башке такая муть, оставьте его в покое. Вы что там пытаетесь ему вдолбить? Что до него пытаетесь донести? Не дойдет до него. Ему самому надо свою голову привести нормально. Надо от луны перевернуться на солнце. Понимаете, он сейчас в луне находится в своих каких-то кошмарах. И там, понимаете, черти бегают гол, кричат тараканам. Ну что вы хотите? Что вы хотите ему доказать? Не надо ничего доказывать. Так, почему этот человек... Давайте посмотрим так. Почему этот человек не может уйти из вашей жизни? И вы с ним так маетесь и мучаетесь. Почему он не может уйти из вашей жизни? Просто. Ну вот видите, разбитое сердце. Разбитое сердце, расставание. Ну потому что он идет в вашу любовь. Я не знаю, почему вы такого человека выбрали в качестве своей любви. Вот напишите мне просто интересно, девочки. Чем вы его подцепили, я знаю. Потому что я это увидела. Вот а чем он вас подцепил, я не знаю. Стихами что ли? Действительно, стихами? Романтикой? Чем он там? Сексом? Чем? Чем подцепил? Я не знаю. Напишите. Потому что здесь идет как одна половинка. Как может быть с ним одна половинка? Да меня вот что-то не доходит вот это. Я может что-то не поняла здесь еще. Как может с таким человеком, который луна в башке и тараканы бегают с чертями? Как может быть у вас быть... Одна быть с ним половинка, я не пойму. У меня лежище, да здравомыслящее. Умница, красавица, которая, блин, ей ничего не страшно. Ни тараканах, которые она передавила давно. Черти, которые от нее уже просто боятся и во все углы разбегаются. И у нее в голове не луна, а солнце. Потому что она знает, что она хочет и куда идет. А вот с этим, что у вас, вот с таким мужчиной, что у вас может быть совместно? Я что-то, может, не понимаю еще. Вот, смотрите, что делается. И вам высшая сила. Ой, господи. Но у вас кармические отношения. Вы по судьбе идете с ним давно, изначально. Поэтому вы никак уже столько лет, столько лет, вы никак с ним расстаться не можете. Потому что у вас постоянно вот этот горн, понимаете, сверху звенит. Да, просто вот трубит этот горн для того, чтобы вы опять воскрешать вечно ваши отношения. А вот я теперь хочу спросить самой высшую силу. Обратиться к ней. А вот нафига такой красивой, умной женщине вот такого придурка дали? Объясните, пожалуйста. А вот я не могу понять, почему именно такого мужчину дали? По какой причине такого мужчину дали? Ничего не могу понять. Ну-ка. Еще раз. Вот вам он уйдет, как семья. Как семья. Ничего не пойму я. Почему дали такого мужчину? Почему такого? Еще. Почему такого дали? Ой, потому что так все сложно у вас взаимосвязано. Вы ему должны что-то научить, что-то преподать. И он вас должен чему-то научить. Вам тоже должен что-то преподать. Вот почему. Понимаете, вас таких разных дали друг другу. Не одинаковых, а разных в то же время. Разных. Потому что вы его должны научить. Выйти, может быть, из этого ужаса, из этого ада, в котором он находится через вас. И вы должны перестать бояться. Потому что этот человек вас делает еще больше сильной, смелой. И вас наполняет жизнью. Вот этот человек. Понимаете, вы как-то друг другу подпитываете. Вот вы как-то выходите на другой уровень месте. А этот человек сам по себе трусливый. Он только через вас может быть сильным стать. Понимаете, он сам по себе как будто слабый, трусливый, чего-то боится. Он только через вас может стать. У него еще, понимаете, в характеристике вот эта семерка мечей хитрость и обманы, манипуляция, интриги, измены, коварство, воровство. Он должен отойти от всего этого и стать чистым, ярким, смелым, активным, добрым. То есть у него должны быть добродетели. Понимаете, в характеристике. Вот через вас он наполняется, очищается и становится тем мужчиной, которым должен стать. То есть хорошим. Хорошим. Я говорила же уже, что когда я вижу хороших мужчин, вот хороший мужчина семейный, я всегда даю должное женщине, которая рядом с ним. Потому что именно женщина его сформировала таким хорошим. А когда я вижу, что мужчина одинокий, я сразу понимаю, что он идиот. Потому что он еще не нашел ту женщину, которая из него сделает хорошего. Понимаете, да? Ну, это мой опыт жизни, это консультации постоянные, это как-то вот по жизни я это наблюдаю. А я всегда за всем наблюдаю. Я вообще такой наблюдательный человек. Поэтому я делаю такие выводы. Чаще всего, да, вот в семье если мужчина хороший, значит, это должность, надо отдать должное его супруге. Это она сделала вот таким. Если мужчина в семье, ну, какой-то идиот, вот вообще просто ужас, да, то здесь женщина неправильно себя ведет с ним. Поэтому он такой, да, вот как бы он такой, потому что здесь женщина сама неправильная. Ей бы самой поменяться, и его, он сразу поменяется. Куда он денется? Он от женщины без женщины не может. Ни один мужчина без женщины не может. Хочешь, не хочешь, ты будешь подстраиваться под свою женщину, потому что именно женщина тебя... Тебя женщина родила, тебя женщина воспитала, ты женщиной живешь, от нее зависишь. Это просто как жизнь идет, понимаете? это это факт это закономерность мужчины все практически зависят от женщины все и вот как ты изначально ты воспитываешь мужчину формируешь его потом в браке и так далее так далее так далее здесь мужчина вот от этого отталкивается такая вот такой у него и характер потом поэтому здесь я вижу что вам нужно вы как будто друг друга формируете меняете меняете только он вас меняет лучшую сторону а самым как будто много очень страхов у него формируется очень боязнь чего-то боязнь 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 вас вас давайте посмотрим все таки изменится лучшую сторону со временем через вас изменится в лучшую сторону так ну вот опять видите семерка мечей хитрости обмана манипуляции интриги измены коварства воровство изменится он лучшую сторону до десятка пентаклей он все-таки изменится и на это будет способствовать семья семья с вами скорее всего или его может быть там семья какая-то я не знаю ли семья с вами потому что он должен быть с вами семьей он идет ваша вторая половинка он идет ваша судьба и ваша любовь он должен вот эту вот семерку мечей в себе поменять это хитрости обманы манипуляции интриги измены коварства рабство без этого он покажет не может он напивается он идет гуляет он изменяет он в своем мире каком-то уллюзорном я же говорю башка у него луна все мутность мутность голове своей тараканы черти все там уже я не знаю сколько они уже там играют у него футбол все что он сейчас думает о вас девочки я уже не знаю что смотреть я не знаю что смотреть а подождите я не спросила любит ли он вас давайте посмотреть любит ли он вас самое главное на любит ли он вас сейчас любит ли он вас ну вот видите вы сейчас идете как королева жезловая кого черные коты кто практики любит ли он вас сейчас как он возрождение хочет боже мой он спит он спит он уже устал потому что он спит в видит возрождение отношения с вами он уже просто молится молится здесь высшей силе молится чтобы возродить с вами отношения боже кто на расстоянии от него от мужчины на расстоянии кто находится он прям молится воскресить с вами отношения любит ли он вас как он перемен хочет Любит ли он вас, вот он король мечевый, любит ли он вас, король кубковый, вот он, и король мечевый, король кубковый. Девочки, у кого мужчина не пил, то в последнее время он пьет очень много, потому что он здесь запивает свою боль, он запивает свою боль, а так как он мечевый, он выразить не может, выразить свои чувства не может, он на свои чувства глушит, глушит спиртным. любит ли он вас но принципе любит любит но никогда не признается он никогда не признается здесь человек эту любовь запивает заедает он глушит в себе он заставляет себя не думать о вас а вы идете когда мы пентакливая поистине женщина уверенная в себе материалистка вот то что я говорила на меркантильное там уже думает о вас что она там все как себя и менял она на кладбище отправит вот он без вас не может его без вас плохо да но вот ничего поделать не могу ничего поделать не могу глушит свое свои чувства свою любовь свои эмоции я и не скажу что я люблю я и не скажу что я люблю на самом деле очень сильно вас любит без вас не может и по дьявол от вас зависит понимаете по дьявол от вас зависит а еще такой вопрос заниматель он сексом с кем-нибудь на данный момент потому что мне вот здесь прилетела по дьяволу звоночек надо спросить если у него сейчас на данный момент секс с кем-нибудь нету нету а потому что он не хочет он не хочет он сейчас вот кто-то может быть есть с кем без проблем можно было пойти заняться сексом даже если жена есть но здесь он ссорится он конфликтует он это от себя отрезает как будто не дает себе возможности до мужчина хочет ярких эмоций и старший аркан луна и хочется и к лица и мама не велит солнце и старшая аркан луна а почему он не разрешает себя сексом с другими женщинами в чем причина видите не разрешает себе женщинами с другими заниматься сексом а в чем причина почему почему нельзя сердце разбита или сердцем проблема почему еще но потому что весь ушел в работу весь ушел в работу не хочет я не знаем под этом и не импотент на данный момент секса не хочет том что весь ушел в работу у него разбито сердце с кем попало он не хочет интересно да он хочет ему тяжело это переносить он закрылся полностью от себя а вас он хочет сексуально или нет вас он хочет сексуально или нет да он только вас хочет он только вас хочет девочки ну какой верный да у него есть шансы но он их не видит он считает что уже шансов никаких с вами большим будущем не будет и все в подвешенном у него все в подвешенном состоянии на пол шестого девочки все на пол шестого у него да он ушел весь работу деньги зарабатывает деньги зарабатывает вот они все у него девочки которые раньше были а сейчас он стал толстый весь в работе по королю пентакли в деньги зарабатывает секса ни с кем не хочет все уже в прошлом но хочет только вас ту красивую богатую самодостаточную который его к себе по старшему аркану сила до привязала да и который находится на расстоянии который к ему на данный момент недоступна которому башню снесла которому башню снесла который на расстоянии которое на данный момент в я не знаю воздвигло возле себя такую стену непокрасновенности какой-то до который он никак не может добраться залезть перелезть к вам не может его ему башню снесли и он теперь не знает как ему быть что ему делать на какую козе подъехать снова опять 25 как нее покорить как по в колесе фортуны ждет возможности когда откроются дороги я к ней приеду тихо плавно спокойно не торопясь не спеша да а пока я буду ждать я пока буду ждать возможности когда откроются да когда помощь какая-то придет откуда-то извне и я уже буду делать какие-то шаги в ее сторону потому что она в моей памяти я слишком дорожу нашей историей с прошлого прошлом я не знаю когда во что-то с ним было ностальгия по вас да она же была тогда очень красивая нежная ласковая милая а потом она меня обрубила все девочки все горло не могу вот такой был расклад если кому-то что-то интересно что он сейчас думает о вас здесь и мужчина это просто трэш какой-то это какой-то трэш ой девочки я вам всем желаю счастья большой любви огромные пусть у вас будет все хорошо пусть мужчина вот этот вот другого пока не дают пусть хотя бы вот этот вот изменится изменит свое отношение к вам свое да вот как перестроиться уберет себя вот эти вот все хитрости обманы манипуляции интриги измены коварств воровство по отношению к вам пусть он я не знаю голос свою почистит поменяет и тогда уже устраивать с вами нормальные отношения уже по-другому я всех люблю я всех обожаю берегите себя своих близких не болейте носите маски мыть и руки и встречаемся снова на моем канале я вас всех люблю я вас всех обожаю и до скорых встреч спасибо